Всем привет! Я Жан-Карло Бадони и говорю сейчас на русском языке голосом Алексея Беляева. Он, конечно, правильно переведет это видео, передаст его суть, но кое-где заменит упоминание BG Fanatics на BG Freaks Premium по своей старой привычке. И как бы мне это не нравилось, повлиять я лично на это никак не могу. Итак, если вы привыкли видеть меня исключительно в роликах, где я борюсь или демонстрирую техники, вас может удивить, что сейчас я не в тренировочной форме и стою на фоне доски. И на ней уже записана тема видео «Как быстрее прогрессировать в джиу-джитсу». У меня часто спрашивали, как я добился такого значительного прогресса всего за год, перейдя к тренировкам только в ноу-ги, присоединившись к команде Данахера в Остине. Конечно, на это повлияло много факторов, но я хочу рассказать о главных стратегиях, которые этому поспособствовали. Если вы смотрите этот канал, вы наверняка человек не случайный. И даже если вы не лелеете мечту стать профессиональным компетитором, а занимаетесь исключительно для себя в качестве хобби и лишь изредка соревнуетесь по кайфу, а может быть и не соревнуетесь вовсе, вам в любом случае пригодятся эти три стратегии, которые я предлагаю вам использовать для вашего прогресса. Это три простые стратегии. Мне нравится, когда просто. Мне нравится упрощать сложные вещи. В любом деле существует масса различных переменных, но чем больше вы придерживаетесь принципа упрощения, тем легче вам будет разобраться и добиться успеха. И сегодняшние стратегии должны упростить ваше понимание и путь к результату. Три стратегии, которые работают для меня и могут помочь вам. Первое. Просто появляйся в зале. Это кажется понятным, но сама мысль глубже, чем может показаться. Ясное дело, что твой прогресс напрямую зависит от времени, проведенном на матах. Больше проводишь времени в зале, больше прогресса ощущаешь. Вообще, этот принцип работает в любом аспекте, независимо от того, чем человек занимается. Чем больше времени ты тратишь на определенные занятия, тем большего прогресса добиваешься. Но важно не просто приходить, а появляться на занятиях чаще. Если твой график – три тренировки в неделю, попробуй потренироваться четыре раза в неделю. Если тренируешься четыре раза в неделю, попробуй добавить пятый. Если ты можешь уделять джиу-джитсу только пару дней в неделю, попробуй делать по две тренировки в день, чтобы иметь возможность увеличить количество тренировочных часов. Составь себе расписание с учетом максимального количества приходов в зал и придерживайся его. Дисциплинированно следуя графику, ты будешь видеть свой прогресс. Первый пункт кажется слишком прост, и поэтому его воспринимают недостаточно серьезно или вовсе выпускают из виду со словами «это и так понятно», люди продолжают искать волшебные способы достижения быстрых результатов. Но вот какая штука. Если ты не выполнишь этот первый пункт, то никакие другие волшебные советы тебе не помогут. И хоть этот пункт и банален, это самый важный пункт в моем и твоем планах развития. Я всегда был неплохо дисциплинирован и достаточно много тренировался, но в последние годы я стал тренироваться больше, чем когда-либо. Сейчас я не ограничиваюсь одной тренировкой в день, но весь накопительный эффект от моего появления в зале заработал в сочетании с другими стратегиями, с которыми я вас сегодня познакомлю. Но помни, без первого пункта не надейся, что сработают остальные. Появляйся в зале чаще. Появляйся в зале чаще, чем ты появлялся раньше. Второй стратегический пункт – это целевая тренировка или тренировка с намерением. Зафиксируем – тренируйся с намерением. Что это такое? Каждый раз, когда ты приступаешь к тренировке, ты должен осознавать, что и почему ты сейчас делаешь. Это сложно, когда ты только начинаешь изучать джиу-джитсу. Новичку сложно тренироваться с намерением, потому что он новичок, и еще не осознает, в чем именно он хочет стать лучше и сам сформулировать себе цели тренировок. Но понимание этих целей придет со временем вместе с большим пониманием этого вида спорта. Однако, это пункт, который ты должен постоянно держать в голове по мере повышения своего мастерства. Сначала ты просто появляешься, а потом постепенно добавляешь четкие цели к своим тренировкам. И для меня лично, когда я перешел в команду Данхера, именно этот пункт оказал самое большое значение на мои результаты. Независимо от того, готовился ли я к соревнованиям, или просто тренировался в своем обычном режиме, но в любом случае, когда в моих тренировках осознавалось конкретное цель и конкретное намерение, я быстрее развивался. Есть несколько способов, как ставить цели на тренировку. В конечном счете, вы сами определяете свои собственные цели и намерения. Ну, потому что никто, кроме вас, не знает, в чем конкретно вы хотите преуспеть. Предположим, что вы хотите стать лучше в какой-то конкретной технике. Это четкая, узкая тема и понятная цель для вполне конкретного шага. В джиу-джитсу миллионы техник, но выберем одну конкретную, чтобы в ней улучшиться. В принципе, ты можешь ставить цели узкие и конкретные, а можешь брать что-то более обширное. Когда я начал тренироваться в Остине, у меня было несколько бесед с моим тренером Джоном. И он несколько раз сосредотачивал мое внимание на конкретных приемах, в которых я хорош, но могу стать еще лучше. Вот однажды он подошел ко мне и сказал, что у меня хорошие ноги, ну и хорошая фигура в целом. Ну, в смысле, что мои ноги идеальны для техники треугольника. Мол, у меня сильные и длинные ноги, треугольник это мое. Я лично об этом не задумывался, у меня всегда был неплохой фронтальный треугольник. Но в джиу масса вариантов треугольников. В моей голове Джон посоветовал мне лучше доработать свой треугольник. И от этой цели, сделать свой треугольник лучше, я стал видеть больше возможностей для выходов на треугольники. От одной мысли я просто больше сосредоточился на этой технике, хоть и не установил для себя это в качестве намерения. От самого закрепления в голове мысли, что тебе нужно стать лучше в чем-то конкретном, ты больше обращаешь внимание на эту конкретную вещь в процессе тренировки. Ну, вот это как пример нашего разговора о треугольниках. У нас был такой же разговор и о гильотинах. Гильотина я тоже делал неплохо и даже имел некоторую склонность к этой технике. Я довольно часто ее выполнял и частенько с успехом. И от исходной точки, где у меня и так хорошая гильотина, Джон задал мне освоить гильотину, что стало моим конкретным намерением. И теперь я не просто выходил на гильотину и в случае, если она не пошла, переходил на другую технику. Теперь я думал, как мне освоить именно гильотину. Понятное дело, что в то время изучал не только этот один прием, но и прочие темы занятий и атаки на ноги в том числе. И я спросил Джона, как мне стать лучше в треугольнике и гильотине. Он предложил мне несколько вариантов, но все сводилось к целевым тренировкам. К тренировкам с намерением. Я намеренно стал хотеть развить технику гильотины и технику треугольника. И вот стратегия, когда вы рассматриваете какую-то узкую тему. Выбирайте для себя одну технику в день или в неделю. И это простой, но крайне рабочий способ. Допустим, я хочу освоить какую-то конкретную гильотину или вариации гильотины в целом. Я прихожу в зал в понедельник и настраиваю себя практиковать гильотину, как только дело дойдет до рулинга. Суть в том, чтобы использовать эту технику при каждой возможности практической работы. Это не значит, что ты должен игнорировать остальные темы и техники. Но ты хочешь тренироваться с четким намерением и особой сосредоточенностью над конкретным действием. И всю неделю искать возможность совершенствовать конкретное движение. И если это гильотина, ты всю неделю ищешь гильотины. Если треугольник, значит занят поиском выхода на треугольник. Все просто. В итоге я обнаружил, что в те дни, когда я намеренно искал гильотину, я не смог накинуть ни одной. Я буквально выбирал исключительно гильотину сначала на один день. Потом перешел к тому, что оставлял это намерение на 4-5 дней или неделю. Тут как вам больше нравится. Вы сами можете определять для себя временные отрезки. Я делал и так, и так. Одна техника на день и одна техника на неделю. И я обнаружил, когда я намеренно искал гильотины или другой выбранный мною прием, я никогда не попадал на него. Однако дальше случилось что-то интересное. Через неделю неудач с гильотиной я переключил внимание на треугольник. И если в неделю гильотины я ни разу не сделал ее, то в неделю, посвященную треугольнику, я не смог найти ни одного треугольника. Зато постоянно ловил соперников гильотинами. Кажется, прошло время возревания. Для меня это стало открытием. Когда я работал период над гильотиной, я расстраивался и не мог дождаться, когда закончится отведенный на эту технику период времени. Ибо ничего не получается. И думал, что это провал. Перейдя к новой технике на следующей неделе, у меня сами получались техники прошлой недели. Но не те, которые я, согласно плану, должен был находить сейчас на этой неделе. Получилось, что сложно найти то, на что ты конкретно настроен. Допустим, я нашел гильотину, но кто-то защитился и защитился неожиданно правильно. Техника не зашла. И я не смог доделать прием, потерял позицию. Но я думаю так. Так, я потерял позицию. Соперник что-то сделал, что не позволило мне выполнить эту технику. Я реконструирую и прорабатываю этот момент. Допустим, партнер входит мне в две ноги. Я хватаю гильотину, но в падении он обходит меня и уже лежит у меня в сайт-контроле. Ты понимаешь, что произошло в спарринге и пытаешься это реконструировать и разобрать в голове. Можно задать вопросы тренеру. Можно задать вопросы партнером по тренировке. Можешь дополнительно разобрать эту сцену после занятий. Но ты разбираешь, почему в данной конкретной ситуации желаемая техника не сработала. И ты узнаешь конкретные реакции, которые есть в арсенале у твоих соперников против твоих техник. В данном случае пример с обходом в ноги. Нереально эту ситуацию воспроизвести в спаррингах каждый раз, когда ты ее отрабатываешь. Но если у тебя есть цель в спарринге, ты изучаешь и реакции противника на твои конкретные действия. Ты занимаешься сбором и обработкой информации, чтобы правильно работать с возможными реакциями соперника в дальнейшем. Собрать достаточной информации и хорошенько ее обработать – вот что такое тренировка с намерением. В итоге на следующей неделе, когда я сосредоточился на работе с другой техникой, у меня получались только гильотины. Потому что это был результат прошлого тренировочного отрезка времени. Мое тело как будто само включалось. Я всю неделю терпел неудачи и перенастраивал гильотину у себя в голове. Неудачи прошлой недели привели меня к успеху сейчас. И теперь гильотины стали для меня более естественным движением. Вот тебе пример эффекта тренировок с намерением. И это был пример намерений узкой направленности. Когда ты определяешь четкую технику на четкий короткий период времени. Менять себе задачи каждый день или через день – дело твое. Попробуй сам и прорабатывай таким образом разные маленькие задачки. Погнали дальше. Еще один подход – это изучение широких тем. Это как типа проход гарда или сохранение гарда. Мы занимаемся борьбой, в которой очень много таких больших тем. То есть не просто какой-то конкретный способ прохода гарда, а проходы гарда вообще, как понимание принципов и возможностей. Ты учишься использовать разные ходы в комбинации. Допустим, ты знаешь, что рада пас, но если ты делаешь его очевидно базовый, то противник реагирует и защищается от твоей атаки. И здесь обязательно придется совместить свою попытку с другой техникой паса. Можно также использовать предыдущую стратегию в плане проработки конкретных техник прохода, но когда речь заходит о более широких темах, модель «день недели» я уже не рекомендую как эффективную. Вряд ли будет правильно планировать в понедельник работу над проходом гарда, а во вторник переходить к вопросу сохранения и восстановления гарда. Когда дело касается больших тем, я рекомендую посвящать им 2-3 недели. Чем шире аспект, тем больше в нем переменных и проработка всего объема требует времени. В рычаге треугольники гильотини переменных меньше, тема – уже. В сохранении гарда в проходах гарда переменных слишком много, и даже если мы все максимально упростим, их все равно останется много. Примеров таких объемных тем с большим количеством переменных можно назвать достаточно. Это и работа в стойке, и проработка системы твоих действий в какой-либо конкретной позиции. Метод больших целей работает как раз для таких случаев. И оба эти варианта – это целевые тренировки. Тренировки с намерением. Но все это относительно краткосрочные намерения и краткосрочные цели. Прогресс за день, прогресс за неделю, даже 2 недели – это не срок. И в дополнение к этим двум подпунктам я добавляю третий – тренировки с долгосрочными и краткосрочными целями. Что это такое? Примеры краткосрочных целей выше на доске, и мы их с вами обсудили. Но планировать стоит не только дни и недели, но и свое развитие на месяцы и годы. Понятное дело, что далеко не все сейчас точно уверены, сколько они времени продержатся в божж-зале. Мало кто, придя на первую тренировку, сразу понимает, что джиу-джицу теперь с ним на всю жизнь. Очень много людей покидают этот вид спорта. Мы их просто не запоминаем, потому что нам они неинтересны. Но большинство божж-практиков худо-бедно планируют развиться в долгосрочной перспективе и дойти до черного пояса и так далее. При этом, неважно, хотите ли вы стать чемпионом мира в Калифорнии, чемпиончиком мирчика в Краснодаре, или просто тренироваться для себя и чувствовать свой рост, вам стоит планировать свой прогресс. Даже если джиу-джицу для тебя исключительно хобби, отсутствие прогресса в нем заставит тебя охладеть к этому спорту. Хобби без развития в нем перестает доставлять удовольствие и перестает быть хобби. Чтобы оставаться заинтересованным, нужен прогресс. Если ты не получаешь чего-то нового, интерес пропадает. Посему в джиу-джицу планирование долгосрочных целей крайне необходимо. Как пример долгосрочного плана. Ну, типа, я хочу через 3-6 месяцев улучшить свой гард и сделать его максимально непроходимым. Или, я хочу быть в отличной форме через год, чтобы меня не раскатывали молодые синие пояса. Или, я хочу через 2 года выиграть Мастерс Уолт в своем дивизионе. Цели разные, но все не краткосрочные. Каждый сам ставит свои собственные задачи, исходя из жизненных ценностей. Вот у меня была цель выиграть EDCC Триал. После этого моей целью была победа на EDCC Уолт. Но это были не такие уж далекие цели. Полгода, год для меня лично это не длинные, не краткосрочные, что-то среднее. Но срок относительно длительный. Итак, заглядываем на год вперед в перспективу. В рамках этой долгосрочной цели я ставлю себе ряд краткосрочных задач, которые мне помогут достичь моей долгосрочной цели. К примеру, моя задача в долгой перспективе выступления и чемпионство на EDCC. Один из примеров краткосрочной цели, которая бы помогла мне в достижении долгосрочной, развития навыков борьбы в стойке. То есть, через 3-6 месяцев я хочу стать лучше в аспекте в работе стойки. Если я справлюсь и стану лучше в борьбе в этот срок, то я значительно приближаюсь к главной долгосрочной цели. Вот здесь, на EDCC. Среднесрочную задачу можно разбить на еще более краткосрочную. Например, доработка позиции фронт-хедлок. Я выделяю на эту задачу пару недель. И все это в рамках вот этой общей концепции. Итак, фронт-хедлок один из аспектов борьбы в стойке, который необходимо понимать для борьбы вообще. То есть, широкая тема борьба в стойке потребует у меня 6 месяцев, и отдельный конкретный аспект захвата за голову спереди потребует пару недель. Но это всего лишь пример. Ты можешь заполнять эту принципиальную таблицу так, как тебе нужно, удобно и понятно, исходя из твоих целей в джиу-джитсу, какими бы они ни были. В конечном счете, все сводится к тому, чтобы ходить на тренировки и тренироваться с намерением. В течение дня, в течение недели, в течение трех недель, месяцев и так далее. Итак, первая стратегия. Появляйся на тренировках чаще. Второе. Целевые тренировки. Сразу переходим к третьей. Третья стратегия – это самостоятельное обучение вне зала. Я расположил три этих пункта в порядке важности и приоритетов. Без первого пункта не работает второй. Второй пункт поможет быстрее прогрессировать. И третий пункт – самообразование. В современном мире есть множество способов, инструментов и ресурсов для самообразования, которые тебе могут помочь быстрее развиваться в джиу-джитсу. Много источников информации. Один из классных источников информации к размышлению – просмотр записи своих собственных сваток. Не стоит этим пренебрегать. Это могут быть съемки тренировочных роллингов, а может и соревновательных. Если у вас есть возможность попросить кого-то записать вашу борьбу на соревнованиях или на тренировке, обязательно пишите и пересматривайте их. Пересматривай кадры и анализируй, что ты видишь. Что можно было бы сделать в той или иной позиции? Ты потерял позицию, а что стоило бы сделать, чтобы ее сохранить? Почему ты оказался здесь? Задавай себе вопросы и ищи ответ. Нажми на паузу, перемотай, пересмотри, найди вариант ответа, сохраняя активность мозга для анализа. Все, о чем мы говорили до сих пор, казалось физического развития в большей степени, чем умственной. Этот же пункт почти полностью посвящен работе мозга и аналитической работе. Держи мозг в рабочем состоянии и учись анализировать, что ты видишь. Так вот, если ты можешь записывать свои роллинги или матчи, используя это как инструмент. В чем на самом деле была моя ошибка? Где я не так отреагировал? Или почему у меня получилось? Есть и другие источники информации для анализа. Простой пример – YouTube. Это либо для тупых, либо наоборот для очень избирательных. В YouTube много всякого дерьма, который может тебе помочь, а может и навредить. Тут нужно отдать должное фриксам, которые отбирают и фильтруют информацию, которую тебе рекомендуют в своем паблике. Так что, если вы смотрите YouTube, убедитесь в качестве информации. Можно смотреть матчи на YouTube, хоть лучше и на фриксах. Я сам смотрю огромное количество матчей там. Джон Данахер смотрит матчи там. Просто мы не подписаны на фриксов. И большинство информации и концепций мы берем именно там. Все открыто. Нужно уметь отделять зерна от плевел и разглядеть самое важное. У вас же есть еще лучший ресурс BG Freaks ВКонтакте, ибо там за вас выбирают действительно надежные источники. Это нескончаемый источник информации. Тут и обучающего видео масса, и будь уверен, что в отличие от YouTube, тут уже выбрали гарантированно проверенные источники. Учебные пособия. Обучающие видеокурсы – еще один уникальный источник информации. Но в отличие от предыдущих двух, он не бесплатный. Но это всегда супер источник знаний. И я расскажу потом в следующем видео, как правильно пользоваться этим источником максимально эффективно для своего развития. И как действительно научиться получать там информацию вместо собирательства обучалок от кучи инструкторов. Видеокурсы для вашего развития – это то, чего не было еще 10 лет назад у спортсменов, желающих развиваться. Все, все эти ресурсы помогут тебе стать лучше в джиу-джитсу, если пользоваться с умом. Подытожим все три стратегии. Первое – появляйся в зале. Это самое важное, этот пункт стоит на первом месте. Без него работает ничего и ничего не сработает. Второе – целенаправленные тренировки. И мы обсудили несколько примеров тренировки с намерением, как это работает, как стоит задача и как планировать эти тренировочные временные сеты. Третий пункт – самообразование. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и Алексей Беляев не зря убил время на перевод и озвучку. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok